Виктория Рощина Мы знаем об этом кейсе, вообще на самом деле пропало во время оккупации несколько украинских журналистов, и очень многие занимаются их поиском. Например, в самом начале войны вместе с отцом пропал известный журналист украинский Дмитрий Хилюк. И вот им очень сильно занимаются репортеры без границ. Следы его теряются в России, теряются на самом деле очень давно. И где он, что, неизвестно. Их там нет, это главный ответ. Их там нет. Его место расположения не установлено вообще, где он сейчас находится. А вообще вот у меня вот в руках список журналистов, но такой какой-то очень внушительный. Мелитопольская журналистка Ирина Левченко и её муж, администратор телеграм-каналов Мелитополя, Яна Суворова, 19 лет, так, на секундочку. Анастасия Глуховская, Георгий Левченко, это всё Мелитополь, Александр Малишев и так далее, и так далее, и так далее. То есть это люди, которые пропали во время исполнения профессиональных обязанностей. И точно так же, как вот Виктория, на самом деле у неё огромная группа поддержки, спасибо им большое. И я уверена, что благодаря ещё этой группе поддержки, собственно, Викторию Рощину смогли найти родственники, родители, отец очень серьёзно всем этим занимается. На самом деле, всех, кто занимается поиском украинских похищенных, знают эту семью. И благодаря их упорству, на самом деле, она была найдена. Это очень дело непростое, очень непростое. И всегда, то есть это не первый ответ по поводу Виктории, что вот она находится на территории Российской Федерации. И до этого было получено десятки ответов, их там нет, да, её там нет, нигде нет, ничего нет. Я напомню, что по данным Харьковской правозащитной группы, которая ходит в мемориал, больше 7 тысяч гражданских лиц, и это взрослых гражданских лиц, было похищено на оккупированных территориях. У нас в списках больше 600 человек, то есть как в списках, есть все подробности, все данные, есть связь с родственниками, и подтверждено нахождение людей в России. Либо вот такими письмами, обычно подписывает этот человек по фамилии Кух, из Министерства обороны, вот обычно письмо Куха, это всегда про это, и остальные, остальные тысячи, мы ничего про это не знаем, вообще ничего не знаем. У нас есть случаи, например, вот в Дортмунте живёт украинка Надя Евдокимова с двумя детьми, и она бежала в самом начале войны из Харькова, муж остался дома с двумя собаками, и он был захвачен, захвачен, ну не в плен, не в плен, а увезён в неизвестном направлении, причём собаки ещё погибли такой, в общем, мученической смертью, вот зачем, да, вот зачем это всё. И не было от него никаких вестей, всё время не было вестей, никогда не было вестей. И, собственно, мать Влада отказывалась давать ДНК, она как-то верила, что сын жив. И однажды, да, Наде передали катушку ниток, в которой была записка его почерком, с её номером телефона, с её домашним прозвищем, там, ну, совсем очевидно, это был он. Он сумел передать эту катушку ниток из России, из, я сейчас забыла, то ли Курска, то ли Воронежское СИЗО, но это было уже тоже почти больше года назад, уже почти два года назад. И с тех пор никаких вестей. У нас есть роман Вуйко. Роман Вуйко, просто я говорю о нем два с половиной года, он был в начале марта 22-го года, похищен на своём доме в Гастомеле. И 57 лет он был похищен. Он точно в совершеннадцатого держства в России, его точно увезли в Россию. Он один из людей, которых вот дольше всего находится в российском плену. Он гражданский совершенно человек. И им тоже занимается семья, его дучаны его ищут. И мы не знаем, например, смог ли он за это время получить смену белья. Мы не знаем. Просто не знаем. Он инвалид. Он инвалид. И я думаю, что вот в этом проблема, что до сих пор мы не увидели его имени, а мы всё время мониторим сайты судов. И надо мониторить сайты судов Крыма и Юга России, Ростов, Таганрог, Новороссийск, Симферополь, Краснодар, Волгоград, возможно, ну и весь Крым. И именно там появляются имена украинцев и характерные статьи. Терроризм, пособничество в терроризме, убийство, экстремизм, вот это всё. И так люди появляются в базах. Мы так начинаем их видеть. Так начинаем их видеть. И на самом деле появление человека в базе и тот факт, что он находится под судом, и вот он уже очень скоро огребёт лет 20, меньше не даёт, это хорошая новость. Он жив, и с ним возможен контакт. И адвокаты. А сроки, ну у всех сроки, да, ППЖ, пока Путин жив. Ольга, извините, пожалуйста. Я вот пытаюсь понять, а что до этого происходит? То есть как... Вы можете описать просто из известных случаев, как происходит похищение, кем, за что? Это люди, они чем-то там выделились? Может, они активисты какие-то? Да или с кем-то были связаны? Выступали там публично против России? Да, и где их потом в итоге находят? И какой статус им дают? Вы знаете, по-разному, всё по-разному. Есть среди похищенных очень много волонтёров мариупольских, которые в мае летом 22-го года просто развозили еду, воду, гражданские совершенно лица. Вот их довольно много. Есть у нас заявка, мы не знаем, где он, агроном Сергею Довиченко, 35 лет. Он тоже пропал под Харьковом. Он в конце февраля просто вышел на поле, да, посмотреть, там, не знаю, как это всё называется, яровые, азимые, да. То есть он агроном. Он вышел в поле, там делает своё агрономное дело. И был похищен. Был увезён. Что ему могли предъявить? Всё что угодно. Шпионаж могли предъявить, я не знаю. Например. Стоял в поле и смотрел, как передвигается российская техника. Например. Вот такие вот вещи. Был похищен, вот мы сейчас ведём это дело, парень в Запорожье, он бывший атошник, но давно в отставке. В Запорожье у него была большая ферма, жена, дочь, ферма по выращиванию гусей и уток, что-то, ну, мирная профессия, фермерская. Когда пришли оккупанты, его просто забрали по доносу, что он бывший военный, его забрали как бывшего военного. Держали в подвале, пытали, прострелили ему ноги. И он смог, он один был в подвале, такой ещё подвал с фекалиями, такой, как следует, такой с прорванной канализацией. Он выкворнул из стены старую проводку, завязал ноги жгутом, да, и тем спасся. В итоге, ну, то есть, ему, в принципе, потом страшно повезло, его просто выкинули. Могло всё кончиться совершенно по-другому быть. Потом мы начинаем этих людей искать. Чаще всего мы знаем вот по таким вот весточкам, как записка в катушке ниток, или, мы знаем, по обменам возвращаются люди из СИЗО, те, кто был выменен, и говорят, что мы ещё видели Петренко, Сидоренко, Вакуленко, и мы составляем уже свой список, что они были там, там и там, вот на это время. Долго мы искали, например, айтишницу, молодую айтишницу из Мариуполя, Ирину Грабцову. В конце концов, мы точно её нашли в Симферопольском СИЗО. Она точно вот была в СИЗО, но она была заморожена. Почему кого-то замораживают? Почему кого-то не замораживают? Почему кого-то пытают? Почему кого-то не пытают? Тайна себя велика есть. А что такое замороженное, я прошу прощения? Их там нет. Вот когда ты знаешь точно, что её видели там, с ней там общались, она там, и невозможно, адвокаты приходят, её там, её здесь нет. Таких здесь нет. Письма, телеграммы, переводы, посылки, всё возвращается, да, её там нет. И это продолжалось год-полтора. Понимаете, она не военная. Что, какую опасность она представляет, совершенно непонятно. Но вот сейчас, да, уже дело пошло в суд. Конечно, её судят, разумеется. За что? Ну, Бог знает за что. Неизвестно за что. Но вот Ирина была полтора года уверена, что никто не знает о её существовании, её бросили, её не ищут и так далее, несмотря на то, что прилагалось там максимум усилий. Ну вот вы знаете, вот из тысяч похищенных, да, мы знаем чуть больше, чем о 600 гражданах. Ну, смотрите, в чём дело. Когда поступают в суды дела и военных тоже, там и бойцов Азова, и военных медиков, включая женщин, и поварих, которые были, собственно, на войне, всех-всех-всех подряд. И когда дело оказывается в суде, люди находятся в СИЗО, то есть они размораживаются, уже нет разницы, военные они или гражданские. То есть в наш список большой гражданских похищенных вливаются военные осуждённые или находящиеся под судом. И мы начинаем заниматься уже там коммунитарной помощью. Ну и, конечно, самое главное начинается после суда, отследить их этап. А сами знаете, следить этап в России. Да, это страшный секрет. Это страшный секрет. Но, тем не менее, тем не менее, мы знаем, конечно, колонии, устанавливаем, и туда начинают ездить адвокаты, просто смотреть за условия содержания и так далее, и так далее. А дальше начинается очень большая работа, которая требует, например, ещё и волонтёрских каких-то усилий и приложений. И вот здесь вот вечная проблема. Я живу в России и хочу волонтёрить, но мне опасно. Или ровно наоборот. Я живу за границей, мне не опасно, ну а как я за границей могу чем-то помочь? А здесь как раз такая штука, когда всё соединяется. Потому что очень часто заключённые не хотят ничего писать своим родным, которые находятся на оккупированных территориях. Ну, чтобы, по крайней мере, меньше знали про то, что это семья осуждённому на 25 лет Азовца. Да, просто для того, чтобы просто не знали. А такое может быть. Но это не от желания бросить семью, как вы понимаете, а от безопасности. И здесь, конечно, нужна дополнительная переписка. То есть человек пишет волонтёру, «Здравствуй, Вася, сегодня хорошая погода, у меня есть тёплые носки, там, я не знаю, сегодня было построение, пришли мне посылки колбасы и витаминов». Ну и какие-то там, не знаю, приветы, какие-то кодовые слова. И другой волонтёр должен писать примерно вот это всё, не пересылать письмо, аккуратно писать в семье. А если в Украине, то как раз нужен человек, живущий вне России, чтобы он писал уже это вот всё, в Украину доходило письмо. То есть вот сейчас, на самом деле, очень много таких дел, очень много, я говорю, письмо, это когда у людей нет возможности и навыков интернет-общения. Но, тем не менее, даже интернет-общение лучше такое интернет-общение всё-таки за границей. То есть российская часть в России, а эта часть… То есть на самом деле дел много, похищенных много, и я ещё раз скажу, что появление фамилии человека в судебной базе в ожидании 20 лет срока – это очень хорошая новость. Это означает просто, что он нашёлся, его нашли, и он жив. Не надо проводить ДНК-экспертизу, потому что всегда, конечно, ещё очень долго в Украине будут находить останки захоронения и расстрелянные машины и так далее, и так далее. Что касается Виктории, ну, её ждёт суд. Она, собственно, поэтому и нашлась. И я думаю, что ей будет предъявлять шпионаж. И это, собственно, военные суды, да? Закрытые? Конечно, военные суды. Она была арестована и задержана в Бердянске, оккупированная территория. Сама она, жительница Украины, не оккупированной. То есть она каждый раз приезжала делать репортажи из оккупированных территорий, выполняя свой долг. Она ездила через Россию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова